Как развить свой бизнес, если ты школьник? Легко! Смотри, создаешь крутой продукт, и второе, его продвигаешь. Всё, больше ничего не нужно. Вот реально. То есть, смотри, крутой продукт, что это? Это твоя книга, это твои курсы, это, возможно, какой-то предмет, то есть мерч. Это, возможно, там, календарик с рисунком Майнкрафт, стендов Бравл Старс, либо же Амон Касс, либо же какой-нибудь другой игрушки, игрушки Гатчо Лайф, например. Либо же это, например, будет игра на телефоне твоё приложение, либо же это будет просто полезный веб-сайт, там, с интересной информацией, наподобие, как Facebook раньше-то был, или там ВКонтакте, это же просто веб-сайт, а потом там приложеньки появились. В общем, это качественный продукт какой-то, который ты делаешь. А второе, это просто дать твоей аудитории, которая потенциально может твой продукт приобрести, либо же как-то поиметь, да? Нужно ей дать знать об этом продукте. То есть это делается через социальные сети, вот то, что мы сейчас делаем на Ютубе, как раз-таки с тобой общаемся, ты можешь создавать контент здесь, либо же через ТикТок, либо же через Снэпчат, если ты им пользуешься и хочешь, допустим, за бугор эти товары отправить, либо же ты можешь сделать это через ВК, то есть своя группа ВКонтакте, своя страница ВКонтакте, либо же Фейсбук, если ты ориентирован на более такую бизнесовую B2B, то есть бизнес-то-бизнес, это означает, то есть ты для корпоративных клиентов делаешь. Корпоративный клиент – это человек, который, смотри, вот я, допустим, владелец бизнеса, и вот у меня есть второй владелец бизнеса, и мы такие договариваемся между собой, мол, так, чувак, у меня я произвожу стаканы, а у тебя кофейня. Вот я стаканы произвожу, а у тебя кофейня. Хочешь, договоримся, я тебе стаканы, а ты мне шекели, то есть money, кэш, да, а ты мне такой, ну, то есть кэш мне даешь, а вот ты в своей кофейне получаешь вот эти вот стаканы. Вот так вот и договорились. То есть вот B2B это называется, бизнес-то-бизнес, и есть B2C. B2C – это бизнес-то-потребитель, то есть консюмер. Консюмер – это как раз-таки чувак, который, вот, потребитель обычный. Вот мы заходим в магаз, да, и покупаем, допустим, себе чипсончики, либо же сухарики, но лучше не рекомендую их брать, лучше возьмите там фруктик какой-нибудь. Ты на базар приходишь, и там вот есть Алан Бек, который тебе предлагает арбузы вкусные, либо виноград. Тут у нас B2C, то есть бизнес-то-консюмер, так называется, то есть бизнес-к потребителю. Вот, бизнесмен – это Алан Бек, и ты как такой потребитель у него берешь что-либо. То есть он как-то вот зазывает там, орет там арбузы свежие и веселые, и у него там билборды стоят в виде как раз-таки картонных картинок, где там написано, какая цена там за арбузы 50 рублей, либо же там 30 рублей, 20 рублей, в зависимости от времени года и в зависимости от качества его продукта. То есть вторая вещь, которую мы делаем, это даем понять людям. Вот, я уже сказал, через социальные сети ты можешь это сделать, можешь сделать на улице, вот как Алан Бек кричит там, покупайте, покупайте, через промоутеров, которые говорят, если ты из Санкт-Петербурга, наверняка на Сеной площади у вас там говорят с громкоговорителем, там квартиры, 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 либо же ходят вот такие вот билборды ходячие, там обычно чернокожие люди, да, вот такие вот книги ходят вместе, и они предлагают что-либо. Либо же ты это можешь делать через имейл рассылки, имейл рассылки до сих пор работают, но они уже совсем ушли в небытие, и сейчас в основном инстаграм рассылки работают. Либо же ты это можешь делать просто обзванивая компанию, вот находишь телефон и прозваниваешься, там тебе какая-нибудь Кура берет телефон, ну, Кура, я имею в виду секретарь, и ты такой говоришь, здравствуйте, ну, не в обиду секретарям будет, это просто некоторая такая вот фразочка, я просто ее услышал раньше, когда я работал в университете, и мы обзванивали тоже другие компании, и там обычно нам девушки отвечали, и их у нас один из начальников называл Курами, ну, то есть Курицы. Не в обиду им сказано, это просто шутка такая, не есть хорошая, наверное. Не в обиду, окей? Окей? Договорились? Good. В общем, обзванивайте, говорите с секретарями, женщинами, девушками, не будем их назвать Курами, все нормально. Они такие да-да-да-да-да, в общем, с вами общаются, вы их потом как-то спрашиваете, контакты главаря, контакты либо же пиар-менеджера, контакты каких-нибудь там менеджеров, управляющих, и с ними договаривайтесь как-либо о совместных там вещах. Например, у тебя канал по... Вот тебе нужно коллаборейшн, да, на Ютубе сделать, и ты такой... У тебя канал о технике, то есть ты делаешь о компах, либо же о телефонах, и ты такой созваниваешься с каком-нибудь М-видео. В М-видео тебе отвечает секретарь какая-нибудь, либо же просто какой-нибудь чувак просто на телефоне такой сидит, да, здравствуйте, чем могу быть полезен, вот мы М-видео, Эльдорадо, вас рады приветствовать. И ты такой говоришь, можно ли управляющего к телефону, либо же что-то наподобие такого. В общем, приходит управляющий, такое лицо, принимающее решение, тебе отвечает такое, да, здравствуйте, чем могу быть полезен, и ты ему рассказываешь, мне вот нужно для своего Ютуб-канала, там всякие телефончики, мобилки, либо же компьютеры, я могу на них сделать обзор, например, а вам от моего Ютуб-канала, допустим, пойдутся ближайшие покупатели, потенциальные клиенты для твоей вещи. То есть вот так вот вы обзваниваете, и, возможно, вы как-то договоритесь. То есть это еще один из методов, это не только по коллаборайшинам, но и просто, если ты предлагаешь какой-то товар, допустим, ребята, у меня вот телевизоры, хочу вам на поставку сделать своеобразный ритейл. Ритейл – это как раз-таки продажа. Вот то, что мы заходим в магазины, это, по сути, ритейл. Ну, грубо говоря. Вот мы заходим в магазин, и там вот всякие чипсончики, опять же, крупы, это все ритейл, чуваки. Так называются продуктовые и различные магазины, которые распродают вот так вот. Да, понятно? То есть у нас есть каналы дистрибьюции. Ладно, будут легче говорить. В общем, есть. Вот вам на будущее. Дистрибьюция – это просто расширивание, куда можно какой-либо товар, так скажем, продать. Вот вы Аланбеку продаете раз, канал первой дистрибьюции, через Аланбека и через Нурсултана. Вот Аланбек получил первый канал, то есть он продает, допустим, на рынке на одном, на каком-нибудь блошином рынке продает ваши арбузы. А вот второй канал дистрибьюции – это, допустим, у вас будет Нурсултан. И Нурсултан, допустим, в Казахстане продает, в каком-нибудь городе Алмата, и там все делает. То есть вот не канал дистрибьюции, по которому вы можете это сделать. Канал дистрибьюции – это от английского слова distribution, то есть распределение в различные вещи. Я стараюсь вам максимально, так скажем, понятно для школьников объяснить. Собственно, что необходимо сделать? Вот ты захотел такой школьник открыть свой бизнес. Вы, наверное, думаете, Егор, ну сперва, дабы вы такие думали, блин, Егор, а у тебя-то свой бизнес, если, а вот я тебе скажу, да, он есть, он примерно сейчас на такой стартовой, стартовой совсем площадочке находится. То есть я, по сути, могу вам продавать свои курсы, могу продавать эту всю информацию, запаковать это, сделать вот такую упаковку, как это называется в бизнесе, упаковать всю информацию и продавать вам как курсы какие-то. То есть могу спокойно делать платные вебинары, платные марафоны, платные курсы, платные, допустим, консультации. Могу это спокойно делать, реально. Но у меня особо не горит желание, ну кроме платных консультаций, потому что консультация это такая тет-а-тет, и я понимаю, что могу вот это делать. А курсы, вебинары, ребят, это можно спокойно на этом канале забесплатно найти. То есть если бы у меня была такая воля, я бы, ну то есть я желал бы вот прям заработать на этом, то я бы вот эту информацию за 100-150 тысяч спокойно продавал. То есть всю информацию, которую вы здесь находите, можете ее спокойно продавать в курсах, но только это уже будет на вашей карме висеть. То есть надо продавать, не надо продавать. В общем, курсы можно, могу на этом заработать. Из того, что сейчас готовится, я готовлю свою книгу, поэтому это будет мой как раз-таки продукт. Книгу я считаю, что это достойно продавать, потому что это, так скажем, продукт, вот он у нас печатный. Я люблю печатные издания, и как минимум будет инвестироваться money, кэш, как раз-таки в напечатывание, потому что печать там стоит определенное количество рублей. Мы рассчитывали уже. То есть одна книга примерно выходит напечатать, татататат, 270, что ли, рублей у нас выходило в твердой обложке. Ну, в зависимости от тиража и в зависимости от, с каким издательством. Ну, в общем, это другие вещи, об этом еще поговорим на канале. Ну, в общем, суть, что мне можно доверять, потому что я просто не продаю никакой товар на своем ютубе, но, так скажем, аудитория есть, которой продавать это можно. Итак, в общем, ты такой школьник, решил создать свой бизнес, решил создать свой, так скажем, поток кэша, свой поток дел, которые ты хочешь предлагать, услугу, возможно. Первое, с чего нужно определиться, это что у тебя за продукт. То есть, какой продукт ты хочешь создать. Например, ты хочешь написать книгу, тогда подумай, о чем ты можешь написать и просто пиши. Вот, написал книгу и теперь у тебя уже есть книга, есть продукт. Дальше уже момент улучшения. Либо же ты, например, хорошо делаешь дизайн одежды, ты делаешь хорошо дизайн, вот, ты покупаешь футболки такие просто обычные, не знаю, как они называются, в общем, blank space-ные. Blank space-ные, то есть, когда они полностью белые, там, либо полностью черные, либо полностью серые, и ты их разрисовываешь, делаешь надписи, там все различные, с различными шрифтами, каллиграфия, в общем, изображаешь, это тоже своеобразный ты труд делаешь, вот так вот все производишь. Либо же ты вышиваешь, либо шьешь, либо же ты делаешь красивые арты, то есть, арты на заказ делаешь, то есть, работу определенную, рисунков, это тоже твой товар. Это, то есть, твоя услуга даже, в некотором роде, потому что, если у тебя готовые рисунки, то есть, вот она, уже готовая картина, например, вон там вот сзади висит, это уже готовый товар, а если ты нарисуешь кого-то, это считает, ты услугу будешь продавать. И вот у тебя есть определенная услуга, либо же экспертиза в какой-то сфере, то есть, ты очень хорошо шаришь, допустим, за Майнкрафт, и там знаешь, как продать что-либо в Майнкрафте, какую-то идею, либо же ты голдува в Майнкрафте продаешь, это тоже товар, по сути, верно? То есть, elfmoney.ru, такой сайт есть, это по продаже, купить золото вов, архейдж и других MMORPG можно на сайте elfmoney.ru. Выгодные цены, доставка 24 на 7, и скидка по лицестоянным клиентам. Ссылка в описании. Не, это просто, это шутки, я просто вспомнил их рекламу, поэтому вот так вот. То есть, это тоже может быть ваш товар. И, соответственно, вот у тебя товар есть, все good. Следующий этап, который необходимо сделать, либо же ты это можешь делать параллельно, это создавать свой личный бренд. Личный бренд, везде об этом говорят, по сути, в прошлом, это называли статусность, это называли репутация, сейчас это личный бренд. Вот как раз таки то, что тебя отделяет от других людей. То есть, смотри, ты можешь вот эту футболку просто продавать за себестоимость, то есть за 100 рублей, а можешь повысить стоимость, допустим, за 350 рублей. Либо же ты можешь продавать курсы за, практически, за бесплатно, если они, так скажем, не сильно прям супер хорошие, у тебя мало отзывов, а если у тебя, ты прям супер крутой чел, допустим, какой-нибудь, кто там, ладно, Билли Айлиш возьмем, да, ты, допустим, Билли Айлиш, будешь продавать курсы, например, как делать музыку, да, и тогда у тебя сразу намного больше, потому что у тебя уже известность есть некоторая, плюс есть некоторая репутация, и ты это можешь, так скажем, на больший оборот поставить, как минимум по людям, и плюс, как минимум по качеству, у тебя есть экспертиза в этом, то есть говорить об этой теме. И вот ты вторая, вот второй этап, это как раз-таки ты расшириваешь это, создаешь свой личный бренд, как это создается, опять же повторяю, создание YouTube, как канал на YouTube, то есть создать более, допустим, 200 видео о той сфере, которая будет потенциально известна, допустим, которая будет потенциально интересна, вот, зрителям, читателям будущей твоей книги, например, вот ты пишешь книгу, например, про что-то наподобие магической вселенной Гарри Поттера, ну, то есть аналог Гарри Поттера, фэнтези какой-нибудь, пишешь про волшебников, тогда ты на своем канале можешь делать обзоры на фэнтези, ты можешь делать обзоры, допустим, на Гарри Поттера, на того же, ты можешь делать обзоры на миры волшебников, на косплеи волшебников, на все вот такое вот в мире волшебников ты можешь делать обзоры, и, соответственно, потом твоя потенциальная аудитория, которая интересуется вот этими всякими волшебными вещами, она, возможно, заинтересуется с твоей вот этой вот как раз-таки вещью волшебной, да, то есть у тебя волшебники, вот эти вот, книжка, книжка, возможно, про волшебников, либо же предметы, связанные с волшебниками. То есть дальше ты уже развиваешь свой YouTube-канал, либо TikTok-канал, либо же, например, страницу в Инстаграме, либо же ВК и так далее. И тут, сейчас, минутку, я проверю, идет ли запись. И тут уже будет зависеть твой успех от того, насколько у тебя крутой сам по себе продукт и насколько круто ты, так скажем, взаимодействуешь с аудиторией. Притом, взаимодействие с аудиторией, это не означает, вот, ребята, пожалуйста, если вы школьники сейчас и смотрите меня, либо же другие люди, которые смотрят, потому что я понимаю, что я преподаю сейчас информацию для любого возраста людей реально, потому что даже 30-летний чувак, если он хорошо, так скажем, меня понимает, то ты можешь спокойно эту информацию взять и апробировать к своим вещам. Самое главное на этом этапе, это ни в коем случае с аудиторией не взаимодействует так, то, что купите у меня, подпишитесь на меня, пролайкайте меня, напишите в комментарии у меня специально вот именно для того, чтобы раскрутить мою вещь. То есть ты, дружище, не должен быть таким, чтобы для меня, для меня, для меня, не надо, не надо вот таким вот образом. Ведь, по сути, когда ты создаешь какой-либо продукт, ты создаешь это не для того, чтобы, так скажем, для тебя это было, ты это создаешь в первую очередь для других. И в этом самое главное, чтобы потом взаимодействие с твоей аудиторией было такое, что ты что-либо даешь, что-либо даешь, что-либо даешь, что-либо преподносишь. А потом уже, если ты захочешь, ты можешь предложить вот это вот взять, предложить взять эту книгу. Не нужно это предлагать именно с точки зрения «бери, бери, 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 бери». А если вы хотите, то можете взять. То есть не нужно прям агрессивно на них давить с этой точки зрения, потому что это не сильно им понравится, вероятнее всего. Мне так кажется. А лучшая стратегия, как мне кажется, это просто поддерживать дружелюбные отношения. И вполне возможно, они такие, блин, он классный парень, он классная, это классная девчуля. Возможно, я у нее возьму вот эту работу, возьму, возьму там, приобрету ее услуги как дизайнера, приобрету ее услуги как какого-нибудь художника, например, да, либо же певца, закажу его на какой-то себе корпоратив, в праздник, либо же, допустим, выступить на какой-то в клубе, например, либо же просто возьму его, допустим, виниловую пластинку его музыки, например, да, то есть если это качественный продукт, качественная музыка, которую ты выпускаешь, почему бы виниловые пластинки с собой не выпустить? То есть еще один из вариантов. То есть, друзья, самое главное – это привносить ценность. И также есть еще один вопрос, возможно, ну, сразу вам сюда засуну. Есть такая вещь, как инвестиция. Инвестиция, то есть вы можете вкладывать какие-то суммы в свой контент, то есть в свое производство. Хотя, наверное, надо было в отдельном это видео указать, но ладно, в общем, вы можете вкладывать определенные суммы в производство, например, вы вкладываете 50 рублей в рекламу, да, в рекламу своего канала. И это означает, что инвестиция, что это такое? Есть у нас пассивы, а есть активы. Можно прочитать это в книжке «Богатый папа, бедный папа». Как-то она так называется. Не помню название точно. «Rich Dad, Pure Dad». В общем, называется так. Есть активы, есть пассивы. Купить сухарики – это пассив. То есть, вы тратите, допустим, 20 рублей на сухарики. А актив вы тратите 20 рублей на какой-нибудь способ продвижения, то есть, на рекламу, допустим, либо же вы инвестируете это в помощь себе. То есть, заказывайте какой-то дизайн для своего канала за 20 рублей даже. То есть, за 20 рублей вам обложку для видео сделают. И это уже некоторый вклад в будущее, потому что у тебя будет лучший продукт. Это, соответственно, вполне возможно, люди его с большей вероятностью возьмут. То есть, это вот вкладывание в актив, который тебе потом приносит средство. То есть, есть пассив, есть актив. Пассив – это то, что у тебя в убыток и без возврата, а актив – это когда ты вкладываешь что-то и потом это тебе возвращается. И аналогичным образом ты можешь вкладываться потом, если у тебя есть хороший продукт, потому что люди, иногда вот школьники, они берут и заказывают рекламу просто для того, чтобы, типа, раскрутить их канал. То есть, они такие думают, во, я раскручу свой канал, буду самым крутым в школе. Не-не-не, друзья, ну зачем вкладывать средства для того, чтобы просто перед кем-то выпитриться? Не надо, не стоит. Смотрите, если у вас есть какой-то продукт, вот он, у тебя продукт определенный, то есть, например, книга, будем сейчас о ней говорить, вот у тебя есть книга и есть у тебя свой канал. Тогда ты вкладываешь средства в продвижение своего канала и указываешь внизу ссылку на покупку твоей книги. То есть, вот она, твоя книга, ссылка на покупку твоей книги на канале. Ты вкладываешь определенные средства в продвижение и тогда у тебя эти средства от продвижения, люди, которые заходят, они вполне возможно приобретут твою книгу. То есть, тебе часть средств а возможно и возвратиться в большем объеме на долгий промежуток времени, если ты потом с аудиторией будешь взаимодействовать. То есть, если ты взаимодействуешь и, так скажем, рассчитываешь на них не то, что ты вот сейчас их подоешь, вот так вот, как корову, и все, и, так скажем, забудешь о них, а будешь о них заботиться на протяжении 60 лет, например, последующих, то они с тобой будут хорошо общаться, так и будут, возможно, брать твой товар. Это называется такая фишка, клиенты на всю жизнь называется, то есть, рассчитывать на твоего зрителя, на твоего клиента, на твоего гостя с расчетом на то, что он всю жизнь с тобой будет, с твоей компанией. Но тогда необходимо с ним, так скажем, хорошо общаться, с добром, с, так скажем, с любовью некоторой, и тогда все будет окей. Собственно, спасибо большое за просмотр, я рад, что вы присутствовали на данном видеоролике, что смотрели его. Если было понятно, то пишите, если что-то непонятно, то тоже пишите, потому что это очень важно, так скажем. Я хочу воспитать, так скажем, поколение, которое более-менее понимает, как строится бизнес, и то, что бизнес, это не просто зарабатывание денег, это самое главное привнесение ценности для других людей, то есть, это должно быть самым первостепенным. И самое главное, это не гнаться за миллиардами людей, за миллиардами рублей, за миллиардами долларов. Самое главное гнаться за тем, чтобы тебе это приносило счастье, и чтобы это приносило счастье другим людям. И счастье заключается не в том, что ты будешь счастлив от того, что ты сможешь позволить себе купить что-либо за вот этот кэш, который ты заработаешь, а то, что ты просто делаешь что-то для людей. В этом самое суть счастья заключается, то есть ты что-то привносишь, какой-то товар как раз-таки, ты делаешь книгу, с любовью к этой книге относишься и, так скажем, хочешь ею поделиться с людьми, чтобы мир стал лучше. Вот это вот самое главное, друзья, пожалуйста, учтите это, если вы это поймете в своем 10-16-летнем возрасте, это будет вообще конфетка. Спасибо большое, пишите в комментариях, в общем, как оно и что думаете по этому поводу, хотите больше таких видеороликов или нет, потому что интересный топик и если вам это интересно, то я могу больше говорить, потому что сейчас я ощущаю, что вполне спокойно об этом говорю, я не пританцовываю вот так вот с бубном и при этом мне кайфово об этом говорить. Из того, что еще хочу поблагодарить, вот у нас комментарии были, к предыдущему видео они писали сообщение, спасибо вам большое, прям от души, вот благодарю. И, собственно, пишите в комментариях, если бы вы открыли сейчас свое дело, то напишите, в каком направлении оно было бы. Было бы интересно это узнать, какой бы продукт качественный вы бы создали, в чем сейчас общество нуждается помимо масок, помимо всяких карантинных вещей. Пожалуйста, поделитесь и спасибо большое за просмотр, за лайкусик, за подписку и до новых встреч, все у вас будет круто как народ. С вами был Сон Сулычка и Горбучик, поцелуйчик и до новых встреч, пока. Субтитры подогнал «Симон»